Большой поток душ ты сейчас видишь? Прям очень много душ идет туда. Врата рая, то есть ты видишь как открытые врата рая? Да, но это открытые врата прям очень много людей, как вот в метро заходят, но это души еще, которые не прошли совет, это только которые сейчас поднимаются. И большое количество этих душ ты видишь? С чем это связано? Переход большой людей. Они заходят и понимаешь, это как выглядит? Вот они в эти врата заходят, а вокруг стены. Вокруг стены, как города раньше строили, там князи, князья такие вот. Городская стена? Да, как городская стена и люди туда заходят. Но там это не есть непосредственно уровни, это не то. То есть это место как пристанище, их пристанище. И их сейчас будут распределять. Есть даже такие, я вижу, что кучкуются души, кучкуются, но те, которые еще не прошли совет, и это души как из одного рода, которые пришли в одно и то же время. И что с ними дальше будет происходить? Дальше будут идти на совет. Но могу сказать, что эти уходы как будто не по программе. Очень большой поток. И по программе. И вот эти души приходят, и они, их много-много, и они как в одном углу, в одном краю. Вот как одни, можно сказать, как родственники собираются. Такие. Но они не бодрые, не веселые. То есть для них это как шок. Неожиданность. Неожиданность, да. И они в таком еще пугливом, испуганном состоянии стоят. Не понимают, что они были к этому готовы. И они когда кучкуются, им как-то легче, что хоть они здесь вместе. А чем это вообще связано? Такой большой уход не по программе. С обстановкой на земле. А кто в этом заинтересован, в таком большом, может быть, уходе? Людей не по программе. Сами же люди. А, то есть все-таки это притянули, люди сами притянули такие события. Ты знаешь, и притянули сами события. Но я не могу сказать, что все люди в этом виноваты. Да, есть определенная группа людей, которые проделают всю эту ситуацию на земле. Но также могу сказать, что это своего рода тоже вынужденная мера для тех главенствующих групп людей на земле. Потому что люди перестали чтить землю и разучились пользоваться землей. Идет захламление земли. Какое-то уродство, уродование земли. Сами захлебаются в своем мусоре люди. То, что они творят с тем миром, в котором живут. Они даже не думают о себе, даже не думают о себе, в каком мире они живут, что они с ним творят на данный момент. То есть не то, что думать уже о детях и о ноках, что вы им оставляете. Сами просто убиваете землю. Есть, например, если люди, которые управляют какими-то большими фирмами, заводами, складами. У них тоже есть свое влияние, тоже есть неправильное отношение к почве, к земле, к почве, к природе, к условиям, тем, в которых они живут. Но есть еще и каждый человек, который также вредит земле. То есть потребляет? Много потребляет. Потребляет больше, чем ему надо. Много загрязняет. Почему-то даже такие вот полиэтиленовые пакеты, жестяные банки. Много всего. Очень много. Пластмассовые. Ну вот такие отходы, такие, это все очень сильно влияет. Надо понимать, что это никуда не девается. Вы вроде бы купили, использовали, выбросили в мусор, но оно еще будет жить 200, 300, 500 лет. То есть смотря что. И это зависит от каждого человека. Если вы думаете, что вы мусор собрали в пакет, все аккуратненько, чистенько и пошли выбросили этот пакет, должны понимать, сколько времени будет разлагаться этот пакет. А пакет там выбрасывается миллионы. Также и других каких-то продуктов, таких вот батарейки показывают они. Что вроде бы нам кажется, что мы живем правильно. Даже коробки от яиц, такие пластмассовые. И такие как пенчатые, да, не деревянные, а пенчатые. Тоже это все загрязняет. Вы молодцы, вы у себя собрали, все выбросили. То есть должна быть ответственность за наш дом, за нашу планету. Ну да. За каждый шаг, за каждый поступок. Как-то говоря, чем меньше у человека есть, тем меньше он вредит. Меньше он вредитель. Чем больше есть у человека. Человек ставит себя во главе всего. Хотя это та субстанция на земле, которая может привести все в гармонию, навести порядок. Но на самом деле ценности все пошли наискосок. Все пошло как по наклонной. Материальные ценности. Материальные ценности. Это поможет? Этот большой отток, уход, душ? Он приостановит, замедлит. Вот эту бомбу. Это как бомба замедленного действия. То есть из земли сейчас люди своими руками делают бомбу замедленного действия. Сами своими руками. Хорошо. Эти души, которые уходят, как они быстро обратно на землю. На землю вернутся. Раньше же была информация, что количество душ на земле как-то ограничено. Ты знаешь, я пока не могу сказать, как, кто, но я вижу, что идет какой-то процесс торможения. Количество душ? Идет процесс торможения, количество возврата душ на землю. А куда же они будут? Заселение планеты. Некоторые будут на другие планеты переселяться. Ну, как, некоторые часть на другие планеты. А часть будет просто стоять дольше в ожидании. Просто как-то не... Вот как идет, да? Очень жалко помещать душу в такую среду обитания. Вы же, когда рождается ребенок, да? Вы его приносите, стараетесь в чистую постель, чисто одеть, да? Давать там свежую еду, теплую еду. Стараетесь создать все условия. А теперь, если более масштабно взять, то какая земля, да? Сейчас в каком состоянии. И эти души просто как... Как будто помещают в мусорное ведро. Когда земля спускается на землю. Ой, душа спускается на землю. Да, душа спускается на землю. Вот так показывает. Можешь там делать выводы? Внимательно за своим поведением. И почему-то видят очень много таких отрицательных суждений, рассуждений на эту тему, что вот это не мы. Это все богачи. Это кто-то скажет правительство, кто-то скажет какие-то бизнесмены. Но я скажу так, что руку к этому прикладывает каждый. Покупая ту или иную ненужную вещь и выбрасывая ее. Те же самые какие-то распылители. Это все влияет. Какая-то одежда, пуговицы. Вот это все, оно все влияет. Обувь ненужная. Очень много ненужного используют. Покупая, да? Покупая продукты ненужные. Или в тех же пластиковых. Даже в стеклянных банках. Тут, потому что стекло тоже не перерабатывается. Тоже загрязняет, загрязняет почву. Просто. И с такими темпами, понимаешь, земля будет похожа на одну сплошную помойку. Очень быстро, да? Очень быстрыми темпами. Потому что сейчас она очень быстрыми темпами загрязняется. Испарения уже идут. Испарения уже действуют. То есть загрязняется окружающая среда. Те же водоемы. Те же какие-то природные зоны. Погибает живность от глупых или необдуманных поступков каждого человека. Поэтому показывает, что каждый смотрит на себя. Идет из себя. Он не смотрит на других. Если ты идешь и можешь что-то сделать, видишь пакет с мусором. Хотя бы не с мусором, а пакет валяется. Как мусор, да? Возьми хотя бы его подними. Отнеси в урну. Выбрось. Хотя бы так. Помогать. Стараться как-то фильтровать то, что вы приобретаете. Тут, наверное, фильтровать и желание, и потребление. Да. И больше... На самом деле нет такой надобности сильной в пище, которую покупают. То есть ее покупают в избыток. Ее изготавливают в избыток. Она портится, выпрасывается. Изготавливают в чём-то показывают. На самом деле используются только 30% по назначению. Произведенные пищи. 30% по назначению. То есть из этого всего человечеству надо, людям надо, чтобы спокойно жить, есть. 30% от того всего, что производится. Ну вот. Это всё. Большой такой будильник всем задуматься, переосмыслить. Свои желания, своё поведение. Что мы все делаем вместе? К чему мы все идём? Есть, конечно, какие-то основные структуры, которые в ответе за это всё. Каждый делает кто-то... Ну как, пошло он по наклонной, да? Кому-то важны материальные ценности. Кто-то действительно, что находится на какой-то высокой должности и хочет поменять. Ему не разрешают это сделать другие. Под угрозой какой-то смерти его или смерти его родных и близких. Потому что большинство против, большинство властвующих пошло за финансами. И они не хотят вкладываться в то, чтобы навести порядок. Они думают о своём веке. О коротком своём веке. Это дело каждого. Потому что даже вы что-то покупаете, кто-то, например, сортирует и сжигает. Сжигая, вы тоже загрязняете воздух. Сжигая даже древесину, бумагу, загрязняете воздух. Сжигая какие-то другие пластмассовые, полиэтиленовые детали, да? Вы тем же самым загрязняете воздух. Это то же самое, как вы пьёте. Взяли чашку родниковой воды, набрали и туда капнули себе немножко яду. И пьёте. То же самое вы делаете. А то, что леса горят в большом количестве, это что за знаки такие? Ну, это идёт уже, как это, раз... Можно сказать, расселение народов, расселение людей. Как это понять, в каком это смысле сказано? Разъединяют их, переносят на другие точки. Так же и наводнение, тоже как звоночки, уходить в другие места? Уходить в другие, в правильные места. Уже было сказано, не вершина, не низина, золотая середина. Приходить туда. Города совсем изначально неправильно построены и укомплектованы. Потому что, когда леса горят, вот человек начинает множество, переживать, волноваться. Когда каждый человек это делает день за днём, по нескольку раз в день, то же самое. Сжигает, убивает. Природу сжигает, убивает землю. Он не задумывается. Он живёт себе, как жил. Он ни в чём не виноват. А на самом деле вы делаете то же самое. Просто каждый день. А то и по нескольку раз в день. Моющие средства, химия. Ну всё, практически всё, чем пользуются люди, беззаботно. Как ширпотреб. Не задумываться дальше. Это всё и влияет, и на физическое состояние, на психологическое состояние. Что каждый старается беречь только свой дом, свою квартиру или место, в котором проживает. Старается вот это так. Вот это моя территория. Старается бережно. Не все, но большая часть бережно относится именно к той территории, на которой проживает. Но почему-то не все понимают, что место, в котором вы проживаете, это земля. Земля — наш общий дом. Но на самом деле будет происходить ухудшение состояния здоровья людей. Потому что они находятся в такой обстановке, которую сами создают. Всё, поживу. Всё, поживу. Хорошо, благодарим за контакт, за очень интересную информацию. От кого была информация? От светлых сил. От светлых сил. Хорошо. 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 Продолжение следует...